Согласно армейской поговорке, в Геленджике по расписанию не только обеды. Вода в дома горожан в новых микрорайонах здесь тоже нередко поступает по графику. Перебои с водоснабжением для курорта – проблема не новая. Решают ее уже почти 10 лет. Сегодня ситуация выглядит не столь критичной, как в 90-х, но до сих пор из-за потока отдыхающих в самый разгар сезона дефицит воды ощущается как никогда, сетуют руководители пансионатов и санаториев. Были перебои с водой. Не хватало воды. Было очень много отдыхающих, из-за этого и случилось. Но если брать 10 лет назад, вода вообще поступала по графику, по часам. В пик сезона количество потребляемой питьевой воды увеличивается в разы. Цифра зашкаливает за 45 тысяч кубометров. При этом максимум, что может дать главный групповой водовод – 32 тысячи. Воды в городских трубах должно быть достаточно уже к 2017 году. Для этого уже весной краевые и муниципальные власти запустят масштабную программу модернизации инженерных сетей. К работам начали готовиться уже сегодня, рассказали Александру Ткачеву его заместитель Вадим Лукаянов и мэр Геленджика Виктор Хрестин. В городе планируют установить новые резервуары чистой воды, а также реконструировать Троицкий водовод. Сейчас Краевое министерство строительства проводит конкурс по подбору подрядчикам. С весеннего периода мы начнем работы по строительству новой ветки. Это позволит стабилизировать поставку воды не только в городе Геленджике, но и, естественно, в Новороссийске. Также мы занимаемся вопросами о подготовке сетей, которые непосредственно внутри города Новороссийска. Это тоже даст возможность и сократить те потери, которые у нас есть, и, соответственно, выйти на те более надежные графики поставки воды, к которым мы стремимся. Волнуют местных жителей в Геленджике сегодня и состояние бухты города. Главное место для отдыха во время курортного сезона периодически загрязнено канализационными стоками. Все дело в недобросовестных владельцах гостиниц и мини-отелей. Они нередко сбрасывают отходы не только в уличные ливневки, но и сами реки. Течением все это попадает в городскую акваторию. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными, подчеркивает губернатор. Это, в общем-то, проблема всех курортных городов, прибрежных городов, где, надо сказать прямо, недобросовестные граждане и предприниматели, вопреки всем законам, моральным, материальным, здравому смыслу в том числе, сбрасывают конституционные стоки или в ливневую канализацию, или просто прямо в реки, в море. К сожалению, экономят копейки, не думая о имидже города. Естественно, имидж нашего края здесь страдает во многом. И, конечно, с этим мы боремся. И понятно, что нужно и включать и серьезные штрафы, и до уголовной ответственности. Должен нам доложить, что мы только в этом году привлекли к ответственности административной. В том числе, по одному сейчас будем возбуждать, наверное, уголовное дело по факту сброса от бухты сточные воды и канализационные стоки с частного домовладения. Такие рейды у нас регулярно проходят. Они дают свой положительный результат. Но, к сожалению, вы правильно сказали, нерадивых еще достаточно много. Барьером для грязных стоков должны стать очистные сооружения. В первую очередь строить их начнут на реке Суаран. Именно она впадает в бухту. Следующим этапом станет проектирование таких же сооружений, только уже в районе Тонкого мыса. Этот проект находится также на контроле у федеральных властей. Однако запланированные мероприятия дорогостоящие, и сам регион может не справиться с затратами. Для этого Кубань уже заручилась поддержка федерального центра, рассказывает Вадим Лукаянов. Пути взаимодействия он накануне обсудил на селекторном совещании с российским министерством ЖКХ и строительства. Мы сегодня нашли понимание наших федеральных коллег в порядке взаимодействия по решению данной проблемы. Общая инвестиционная емкость около 5 миллиардов рублей, если говорить и о воде, и канализации, и ливневых стоках. Половину средств мы планируем привлечь в рамках реализации государственного частного партнерства. И вторую часть привлечь по федеральной программе чистая вода. А чтобы сейчас не допустить превращения бухты в рассадник инфекции, специалисты из лаборатории регулярно проводят в ней забор воды. Наличие канализационных и ливневых стоков определяют по специальному химическому азотоаммонильному показателю. Сегодня он минимален и находится в пределах допустимой нормы. Но без современной системы очистки ливневых вод такой большой город, как Геленджик, просто не справится, отмечает глава региона. Совершенно очевидно, Геленджику, прежде всего, нужна современная система очистки ливневых вод, идущих в бухту. И край на это уже выделил 200 миллионов рублей. Геленджик для нас город очень важный. В летний период туда приезжают несколько миллионов человек. Это лицо нашего края, во многом это имиджевая составляющая. Готов помогать, буду поддерживать. После Сочи мы должны предметно заняться Геленджиком. Здесь слабое место, и этот проект должен быть реализован. Такой масштабный проект решит не только проблемы Геленджика, но и во многом избавит от перебоев с водой жителей Новороссийска. Впрочем, круглосуточное водоснабжение облегчит жизни не только тысячи горожан, но и позволит привлечь Геленджик еще больше отдыхающих. Развитая инженерная инфраструктура, чистые пляжи и моря на еще одну ступень приблизит курорт к европейскому уровню. Мария Крошная, Денис Москаленко и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.